приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим про трейдин октября да согласен что трейдин казалось бы невыгодная такая штука долгое время я вообще рассказывал что им пользоваться нет смысла это все туфта но поскольку она все-таки есть она происходит и люди тем не менее им пользуются то весь этот год я вообще не пропускаю трейдин и для того чтобы разобраться в них если в них вообще выгода в этих трейдинах ваших выпускаю видосы где рассказываю самые выгодные обмены где реально есть какая-то халява да прямо бесплатно танк взять вряд ли получится это только в обмене один к одному я посмотрел трейдин проанализировал его и нашел для вас несколько реально выгодных халявных обменов самый выгодный обмен в этом трейды не я приберег на самый конец поэтому самые терпеливые смогут узнать что это за танк но попутно я буду наращивать халяву все больше и больше начну с небольшой халявы и под конец раскрою фишку самой большой халявы этого трейды на самый выгодный обмен какой лучше всего танк сдать чтобы получить максимальную выгоду но начинать буду самой малюсенькой 6 октября 3 мск по 13 октября тоже 3 мск у нас будет работать трейды доступны новые танки которые можно взять m41d и chrysler k также добавили целую кучу новых танков которые можно сдать за полную стоимость за 70 процентов и за 50 но если посмотреть новые танки за полную стоимость это bz 176 только что в этом нового если все эти танки и прошлые разы тоже можно было сдать они кто добавляет то убирает то делает из за 70 процентов то за 100 то за 50 короче они их каждый раз просто местами меняют так вот за полную стоимость теперь можно bz 176 skoda t56 burask panhardt ebr 75 fl 10 type 5 корей type 64 видим что здесь все танки имба никакой из этих танков сдавать не рекомендую но люди любят сдавать иногда бураска поскольку он больше приспособлен для игры на специальных снарядах за счет чего мало фармит и реализовать его могут в основном статисты задроты поэтому многие люди его сдают потому что не пофармить на нем не могут не реализовать его не хватает у них скилла людей понять конечно я могу но я не рекомендую сдавать такой сильный танчик за 70 процентов сдать можно теперь су-130 pm т-103 елсе в n90 scorpion g cs 52 лист это 485 м здесь тоже танки неплохие но опять же люди любят сдавать even 90 до в комментариях сейчас снова набегут любителей защитники этого танка но давайте честно взглянем на статистику это один из самых популярных сдаваемых танков в свое время людей их набрали ведрами мешками жменьями прям кто сколько смог набрали теперь не знаю что с ними делать много трейдинов подряд этот танк один из самых популярных в виде сдаваемых но остальные танки неплохие и все на любителя здесь уже не такие имбовые танки как за полную стоимость прям чувствуется что реально это 70 процентов ну и новые танки за 50 процентов стоимости g sor 1010 fb новый колесник т-44 облегченный в за студент с модель 6 который недавно можно было взять на аукционе 56 т.п. который недавно можно было получить в марафоне т-59 g g sor 10 08 lorraine 40t и 75ts is3 samz amx 13 fl 11 и вот здесь уже за 50 процентов стоимости наклевывается первая халява здесь есть танки которые можно было получить бесплатно amx 13 fl 11 это пятого уровня танк на день рождения мира танков его всем раздали бесплатно то есть как минимум у всех есть возможность получить скидку в 2250 золота если вы сдадите танк пятого уровня то есть вам танк 8 уровня обойдется не в 11 тысяч золота а восемь тысяч семьсот пятьдесят да это все же не мало это тысяча триста шестьдесят пять рублей если покупать в прем магазине но полная стоимость прям танка без каких-либо скидок тысяча семьсот шестнадцать рублей 351 рубль скидка получается если мы сдадим танчик который всем дали на халяву если он вам не нужен и не интересен да согласен это слабенько но это всего лишь начало на первый взгляд первый танчик который я нашел также можно сдать 56 тп за 5 500 золота который мы недавно получили в марафоне танк честно говоря очень слабый апнут его или нет без понятия он да что-то фармит за задание победить там рандомно выпадает непонятно что то бонны то не бонны то какая-то чепуха но честно говоря я забил на нем он у меня есть я забил на нем выполнять это ежедневное задание с наградами потому что мне просто противно на нем вообще играть поэтому если вы его получили бесплатно и он вам противен хотите от него избавиться то тоже можно за 5 500 сдать в таком случае чтобы получить танк восьмого уровня нам нужно будет доплатить еще 5 500 золота это 858 рублей получается что скидка у нас в половину на 858 рублей это уже более существенная скидка также можно сдать какие-то другие танки которые вы получали в марафонах они слабые вам не интересны или же допустим вот вы давно не играли в игру 100 дней и более и вы получили кировец 1 есть люди которым он нравится есть люди наверное которым вот не нравится понимаю и тех и других я вот допустим не люблю этот танк я когда на нем три отметки брал я пока взял короче удовольствие было прям с излишком кайфанул но его нафиг можно кировец 1 за 5 500 золота тоже сдать и получить себе скидку в виде 5 500 золота также если вы какие-нибудь танки брали за боны и они вам не зашли то тоже на свой вкус и цвет выбирайте сдавать или нет в общем если вы какой-то танчик получили бесплатно то вы конечно же понимаете что можно его и слить если он вам ну вообще не нравится также можно сдать карачун тоже за 5 500 если вы на нем уже наигрались и нафармили золото по 5 в день также на шестом уровне есть танки которые бесплатно мы получили их можно на халяву сдать и получить скидку в 3000 золота эти танки мы получаем в акции заслуженная награда каждый год на шестом уровне есть такие как супер чафи vk 2801 105 и t52 сдавая эти танки мы получаем скидку в 3000 и восьмой уровень мы сможем взять уже за 8000 золота всего лишь придется потратить 1248 рублей всего лишь они же на земле тысячи эти валяются но допустим я бы не сдавал vk 2801 105 потому что это супер мега имба а вот супер чафи я бы отдал поскольку мне он вообще не понравился t52 на любителя может вы хотите его ставить в коллекции какой-то или еще что то в общем решайте сами эти танки мы получили бесплатно есть возможность их слить и получить скидку надо вам это или нет думайте сами ну и вот мы подошли к самой главной выгоде самой большой халяве те кто смотрели прошлый видос про трейдин когда его прошлый раз запускали уже видели эту халяву это супер халкет если мы его сдаем мы получаем скидку в 5 600 это даже больше скидка чем если мы будем сдавать танк 8 уровня причем этот танк это тоже заслуженная награда которую давали в 2019 году начиная с 2019 бесплатно причем его вроде как ввели как акционный танк я не знаю сейчас премиум или акционный но суть особо не меняется зачем нам этот танк он намного хуже и не такой прикольный чем тот халкет который был много много лет назад мне вот допустим он не особо нравится у него очень ужасная стабилизация ездит он точнее поворачивается как ведро 0 брони но такое и мы за него получаем такую выгоду 5 600 золота то есть за 5400 золота мы сможем взять восьмерку а это 842 рубля это самая большая выгода помимо того что мы можем обменять танки один к одному вот допустим танки которые можно сдать за полную стоимость там одни бо вы и танки поэтому я не рекомендую только на свой страх и риск сдавать их допустим если вы бураска не можете реализовать или type 64 6 уровня вам не нужен его можно сдать за 6000 тут выгода конечно больше но нужно понимать что это супер имбовые редкие танки которые вы нигде и больше скорее всего не возьмете единственно что если вы им не пользуетесь абсолютно совсем здесь уже реально сами решать но все это время я рассказывал какие танки можно сдать а какие танки можно получить честно говоря самая большая проблема трейды на в том что нечего взять всегда можно найти что сдать а вот что взять вот давайте допустим пробежимся по танкам восьмого уровня вот допустим vk 7501 к лучше брать за боны либо вообще не брать никак он даже заборный сомнительный танк чтобы брать очень сильно на любителя и имбовым его точно не ставишь стр в с 1 тоже очень сильно на любителя и су-152 к лучше прокачиваемая суха восьмого уровня она намного прикольнее стр 81 очень слабый к в 4к ттс ну такой себе танк как и 274 а слабого т-42 это вообще очень слабый имели слабый шушпанзер слабый 50 тп прототип слабый т-34 т-77 это все очень слабенькие танчики цен лака нужно было брать за боны пока он там был насколько я помню вроде бы в боновом магазине за золото его брать не сильно хочется в за 121 ft неплохой танк но сложноватый не сильно приятный такое на любителя а мхс до 105 то же самое все 9 паттон очень слабый м48 слабый йог славы и кировец тоже его и сильным не назовешь но на любителя очень редко кому но нравится по за 58 слабый fv4202 в последнем патче апнули у него аж планка на 3 отметки опустилась вниз то есть она не выросла как у многих танков которые апают она упала так апнули что он хуже стал или чё ста 2 слабый т-26 е5 забоны легче взять хвк-30 тоже забоны чифтэн 95 слабый торнваген слабый неприятный а мхс м4 49 лучше взять забоны револьвер слабый пантера 88 слабая колебан очень неприятный сильно на любителя танк с фугасницей м41 90 миллиметров но для статистов может быть танк зайдет но в целом очень спорный танк пилот номер один апнули но точно так же как и сидиси это ни о чем и вот почти в самом низу списка мы находим чуть ли не единственный танк который можно взять в трейды не turtle mk1 последний патч его апнули до апа был он нормальный хороший танк мне нравился его апнули он стал еще лучше реально это же просто супер мега гениально апнуть сильный танк чтобы он был еще сильнее а как там фв4202 после апа который еще и глубже вниз укатился то есть апнуть хороший танк это вполне себе нормально и теперь это чуть ли не единственный актуальный танк в трейды не который можно взять после всех этих перетасовок но опять же это птшка не про броню она хоть и медленная но многие ждут от нее броню а она не про броню она про скорострельность игру через рельеф про увн и прорамбование про набивание урона от дпм а тут небольшая альфа но очень бешеный дпм и скорострельность в последнем патче ему апнули максимальную скорость апнули пробить основным снарядом было пробитие очень маленькая и поэтому этот танк не любили теперь как у нормальной птшки пробить этом 240 чем то то есть это так вполне себе но если вы прям супер лютую броню в нем ищите в этом туртле то это вам скорее нужен тс-5 это там есть лючок если вы будете лючок в прицел врагу запихивать и стоять ждать то там тоже броня окажется пустышкой и идем дальше по списку кэнон яхт панзер 105 на любителя танчик там пушка неплохая скорость но больше ничего принципе нет карнер вон ах слабый шкода т27 сильно неудобная первый образец очень слабый т92 слабоват центурион 51 тоже вк 168 01 п это вообще шлаг м41d слабый краслер к слабый и примерно 80 если не 90 процентов танков трейдыни которые можно взять это полный отстой поэтому мне со своим опытом игры на всех прям танках нужно посидеть проанализировать всю вот эту вот мишуру который тут сделали чтобы найти один танк который есть смысл брать это не всем на любителя есть люди которым не понравится туртл мк-1 потому что они не понимают как на нем играть что же взять на седьмом уровне играл всем и пожалуй все на шестом уровне тигр номер 6 прикольный японский но лучше взять немецкий тигр который за боны продается в боновом магазине это точно такой же тигр только не японский немецкий также еще хорошие стрв м4257 барабанные ст шведский и еще м41 fl10 французские ст тоже барабанный но как по мне шведский лучше поскольку у него у воины в порядке на нем намного удобнее но опять же эти танки шестого уровня которые называю они картонные и абсолютно скиллозависимые кому попало их брать вообще нет смысла на пятом уровне общение один танк интересный тут не вижу я вообще не понимаю зачем они нужны по сути танки самые лучшие для обмена я назвал единственный адекватный вариант на что менять это туртл мк-1 поэтому берем своего киров c1 и меняем на туртл мк-1 также еще недавно можно было выиграть к-2 но к-2 уже как-то жалко к-2 намного более редкий танк более сильный более имбовый он по статистике гораздо выше кировца но и кировец некоторым нравится но люди разные некоторым такое нравится что на голову не натянешь либо берем какой-нибудь 56 тп который мы в марафоне бесплатно получили либо карачуна какого-то который вам не нужен либо супер халкета которого мы бесплатно получили либо шестого уровня заслуженную награду которую мы получили она нам не нужна вот это вот бесплатно берем выкидываем в трейд-ин и берем туртл мк-1 либо еще пару танков с особенностями вот в принципе я прошерстил весь трейд-ин октября надеюсь те кто заинтересованы этим событием я вам хоть как-то помог я абсолютно все что можно было выжать из этого выжил поэтому надеюсь вы оцените лайком напишите комментарий для продвижения видоса подписывайтесь если вы не подписаны обязательно если играйте в игру играйте красиво всем удачного дня пока